Ребята, всем привет! Вы хорошо уже знаете мою тягу ко всему новому для меня, но для всех остальных это хорошо забытое старое. И вот сегодня я хочу с вами поделиться достаточно старенькой книгой. Она была опубликована в 1934 году, хотя основы, которые в ней изложены, были заложены еще тысячу лет назад. Книга называется «72 искусства монастыря Шаолинь. Базовые упражнения, которые формируют основу развития». Книга на самом деле достаточно интересная. Там изложены основные моменты, основные навыки, которыми должен обладать супер-боец кунг-фу из монастыря Тихого леса. Именно так переводится «Шаолинь». Если посмотреть эту книгу, не вдаваясь, не задумываясь, то, конечно же, можно понять, что это фантастическое пособие. Потому что там идет речь о том, что научившись правильно генерировать силу космоса и использовать свою внутреннюю энергию Чи, можно научиться силой мысли тушить свечу, можно научиться через 10 лет поднимать валуны 500-килограммовые, но этого, как вы понимаете, не происходит. Хотя, если отбросить все, вот такое фантастическое, то в сухом остатке мы будем иметь около десятка-двух по-настоящему интересных и ценных упражнений, которые можно использовать буквально в лесу, не имея никаких подручных средств. А это мне всегда очень импонирует, когда можно, вот приехал раньше ребенка забирать со школы, есть 10 минуточек и можно позаниматься. Сегодня я вам покажу изометрические упражнения, которые описаны в этом трактате. И самое главное, вы можете повторить эту тренировку со мной. Я сейчас ее буквально сделаю от А до Я. На это все понадобится около 10 минут. Немного на разминку и 7-8 упражнений мы сейчас с вами сделаем. Под рукой у меня полоса препятствий, которая давным-давно уже развалена, и на ней я буду выполнять. Вы можете использовать брусья для большинства из элементов, перекладину и собственный вес тела, для того, чтобы делать определенные упоры и работу на разрыв. Вы знаете, что изометрические упражнения действительно способны развивать силу. Об этом говорил и Александр Зас, об этом говорил и Брюсли, об этом говорит и Бронсон. Вы смотрели тренировочные видео, и кто прошел со мной все 28 дней, те оценили, насколько хорошие результаты, особенно в силовых движениях, каких результатов позволяет добиться изометрия. В общем, от слова переходим к делу. Сейчас я здесь как раз увидел недалеко ямку и поспорил с ребенком, смогу я выпрыгнуть с нее или нет. Это будет отличная разминка. Я сейчас попрыгаю в этой яме и покажу вам изометрические упражнения. Погнали! Ты что, записываешь, когда вступаешь? Субтитры сделал DimaTorzok. 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 ДимаTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДимаTorzok. 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 забрать пришлось ребенка со школы но теперь у меня есть оператор единственное прошу прощения за то, что камера прыгает вверх-вниз, но ничего страшного мы через это прорвались тренировка мне очень понравилась действительно проработал все тело на некоторые упражнения, конечно, смотрели на меня как с ума сшедшего люди когда дерево обнимал, пытался его выдернуть пытался его максимально прижать но нагрузка очень кайфовая, ребята как бы это не смешно смотрелось со стороны я все прекрасно понимаю вы попробуйте, а потом напишите в комментариях свое мнение таймер продолжает пищать минуту работал, минуту отдыхал раз, четыре, пять, шесть, семь упражнений 15 минут, минутка была две минуты на разминочку и тренировка выполнена получил массу удовольствия зарядился энергией подышал чистым воздухом подышал чистую отдыхаю отъем точнее, чтобы застало и следует это затраты и на тренировке я не могу сказать, что это что-то, что бы это было а подышал ядеряю с детью и домашек Продолжение следует...